Ну что, пики готовы, давайте посмотрим за исполнением. Пожелаю удачи Тайче, вот прям искренне, от души желаю удачи этому коллективу. Очень хочется, чтобы хотя бы они одну карту выиграли. А то уж как-то совсем грустно получается, команда, которая в предыдущем сезоне, ну, хорошо проявила себя во втором дивизионе, да, секондарей лиги. Сыграл переходные матчи, там, хорошо в них выступила, пробила себе слот, можно сказать, на DPL. А в итоге ни одной карты не выиграет в групповой стадии. Конечно, грустно. Ну, понятно, что есть, конечно, тут свои обоснования на это, почему так произошло. И патч новый, и состав изменился у Тайче, причем практически полностью, там, только один игрок остался. Вот, поэтому можно сказать, что слот-то и не они выигрывали себе на этот сезон. Ну, ладно, команда, конечно, выглядит пока как мальчики для битья. И вот, знаете, как-то вот обычно из таких составов ты хочешь выделить, наверное, игрока одного или двух, например, ну, хотя бы одного, который прям классно бы смотрелся на фоне всех остальных и могли бы сказать, что вот, наверное, он потенциальная звезда, наверное, вот в будущем его там перехватит какая-нибудь сильная организация. Так, ну, главное тут не погибнуть в Майн, потому что он слишком далеко зашел. Движонок здорово побил. Еще хороший бодиблок от Кабанчика был. Так, подтягивается, кстати, Дарк. Шекл скачал. Ай-яй-яй, и не зацепит, ведь мент не зацепит, не зацепит. Идет до конца, но не зацепит. Он пытается это из-за Дао забрать. Да, еще и бодиблок от Бедвижонка, и это First Blood. Хорошо. Дожали. Жали, конечно, Манки Кинга, но дожали в итоге Виндж Доктора, который пришел на помощь. Вот. И, соответственно, продолжу свою историю. Такое свое время, там, тогда я очень много подмечал таких игроков Юго-Восточной Азии, да, которые росли из молодых команд, которых поначалу все обижали, а потом из них выросли крутые игроки, которые становились, там, топ-2, топ-3 интернешнл. Вот. И вот что-то подобное хотелось мне обнаружить в команде Тайчи, когда я начал смотреть за ними их первые игры. Ну, и вы знаете, вот тут как-то ни одного игрока я не нашел, к сожалению. Ну, вот более-менее среди всех выделяется и Фью Мидер. Он, ну, он, может быть, не всегда хорошо стоит Лейн. Ему зачастую пикают заведомо провальную линию, где у него нет шансов выиграть Лайн. Вот, такое происходит. Но потом по игре он, на самом деле, делает очень неплохие вещи. Вот, мною были замечены две карты, как минимум, где один раз он на Скаймаге, второй раз он, по-моему, как раз на Пугне, что ли, бегал и вот хорошо терроризировал всю карту, просто по Лейнам прям все здорово сделал. Гангл, убивал, имел неплохой нетворс относительно героев соперника, относительно своей команды. Вот. На остальные как-то прямо совсем блекло смотрится. Секулар вот ту карту на Думе играл, я помню, в предыдущий матч. Очень плохо сыграл, там, восемь раз погибли, девять раз, что ли. Ну, юбилей, а, у него под конец игры 12 смертей было, одно убийство, по-моему, как-то так, то есть на оффлейн Думе. Керри, вот у них Минт, ну, пока тоже, конечно, не смотрится. В общем, Тайчи еще нужно расти. Они вот как раз-таки являются той самой Тир-3 командой Китая. Насколько я знаю, Тайчи это все-таки все еще организация, то есть какую-никакую зарплату ребята, скорее всего, получают. У них, по идее, получается, есть все условия для того, чтобы тренироваться и развиваться. Вот. Ну, а дальше уже все от них зависит, естественно. Ну, то ли они в этом составе будут раскрывать свой потенциал, то ли они, там, позабирают их в какие-нибудь другие организации, вторые составы, не знаю, СДК Avenger, IG Vitality, там, да, Ньюби, Янг, кто угодно. Ну, могут и этим составом только стрельнуть. Но кажется, что не в рамках этого сезона ДПЛ, как бы я ни переживал за этих ребят, но три поражения из трех матчей, ноль очков. Ну, и... Я не знаю, вот, конечно, пока еще на Леликопедии они не подмечены такой, знаете, розовым фоном. Обычно так подмечаются команды, которые уже не претендуют на выход дальше по турниру. Вот. Они еще пока не подмечены, но мне кажется, что пора их подметить. По-моему, даже уже математических шансов не остается у команды дачи, чтобы пробраться с третьего места. Ну, потому что как? Ну, хорошо, даже если они выиграют две игры. Два матча. Вот. Сейчас и завтра еще. Против команды Ньюби. У них будет четыре балла. А, ну, вообще да. Вообще да. Потому что пока, на самом деле, там у ЛГТ десять баллов, но они в расчет не идут, они первое место железно. Там, на самом деле, у Астра четыре балла до сих пор. Так что в целом, наверное, да, чисто теоретически, математически шансы команды дачи есть. Ну, для этого нужно побеждать. С каждой проигранной картой потенциальные четыре балла превращаются в три, два и один и вообще в ноль. А там уже, соответственно, шансов не будет. Погибает снизу у нас. Тем временем Манки Кинг. Снизу такая боевая трипла, мы видим. Накидывает. Давайте уже хватит лирических отступлений. Больше к игре перейдем. По игре пока, в виде, все очень неплохо. У команды Кинг Гейминг лучше фармят коргерои. Снизу еще и убийства какие-то происходят. В центре Шаду Финн спугнут на равных. Это самое главное пока что стоит подметить. И Фью Линию не проигрывает у Ингу. Так, ну вот пошло ТП вниз. И пытаются помочь. Понимают, что Манки Кинг здесь слишком страдает. Нужно сделать полноценную триплу. Бондл Страйк неплохой. Но первым убийство делают именно на Манки Кинге. Размениваются, конечно, в Рубика. Ребята с Тайчи размочили счет. Сделали первое убийство. Ну и могут еще и Шамана убить. Отличный Фантом. И убили. Ну, двойное убийство, кстати говоря, для товарища на Гримм Строке. Ну вот он. Замена Бингу. Пока вроде выглядит неплохо. Так, СФ 21 на 9, 17 на 4 здесь упукным. Пока небольшой отрыв от Шаду Финда есть. На Топе, тем временем, погибает Сэн Кинг. Но этот Дарк перетянулся. Ну, Чекина нельзя оставлять на фарме. Нужно наседать на этой линии. Сэн Кинг плюс кто-то должны постоянно даблой оставаться. Иначе Медведь раскачается. Там и неважно, поможете ли вы Манки Кингу или нет. Медведь вас всех убьет просто-напросто. Ингсвелл. Неплохо. Застанил. Тут 11 пробивает просто руки. Чуть Дау не умер. Использует Хилинг Селф. Ну, и МК, и Гримстрок. Оттягиваются. Ну, оттягиваются так, нехотя. Все-таки фраг не сделали. С разворот какие-то тычки прописывают. Так, ну верх-то полностью свободен. Ахтунг. Сэн Кинг, конечно, возвращается. Возвращается. И, кажется, снова погибает. Песочек. Сентри ставится. Его прекрасно видно. Будут бить с руки. Он этого не ожидал. И Сэвэдж Уор вытаскивает из песка. Его отличный Сэвэдж Уор. Удары в спину. Норму Веном есть. Конечно, хилочка. Его все-таки запинывают здесь. Да как ж так-то. А еще и Вич Доктор погибает снизу. Да и Сентрик успел съесть, да, Сенткинку. Но видел, что у Сентри прям под вышкой был поставлен. Его видно. Он сразу же среагировал. Сентрик скушал. Ну, там Сэвэдж Уор просто шикарный. Его из песка вытащили и убили. Так, хороший старт получает Ул Чикен. Два у него рейсбенда имеется. И снова стадия лейнинга. И снова провальную команду Тайч. Ну, как у них так не получается? Лейнинга-то стоять. Аж прям обидно за них. Ну, просто вот с проигранного лейнинга очень тяжело потом возвращаться в игру. Очень тяжело. В мидгейме потом что-то противопоставить. Ну что, забираются временем в центре еще и Фью. Хороший ганг. Перетяжка от саппорта в команде Ким. 7-2 и того. 4 тысячи преимущества все еще. Ну, Чикен, уже 3 рейсбенда. Так вот, подтягивается Женш. Накидывает все на лон друида. Инксвелл срабатывает. Еще будет подкоп. Но подтягивается Шадо Шаман. И на разворот сейчас будут просто убивать. Все, нюки закончились. Драться больше нечем. Корни срабатывают, конечно же. Гримстрок здесь погибнет. Так, ну и вот и Сенкинг. Выживет ли. У него песочка уже нет, кстати. Там где-то снова погибает Лич Доктор. Очередные Шеклз. Ну, как детей прям. Двойное убийство Тул Чикен. Этого еще не хватало. Он так, как король себя чувствует. Здесь еще 2 фрага подарили. Рубик имеет Нетворс больше, чем кто-либо из команды Тайчи. Рубик. Саппорт. Перефармливает Пугну. Манки Кинга и Сенкинга. Всех. Опять мин страдает снизу. Ну, не знаю. Если не начнут жестко ошибаться Кингейминг, конечно, то эта игра будет невероятно быстрой. Невероятно легкой. Кинез. Тяжело. 6 тысяч на восьмой минуте. 6 тысяч на восьмой минуте. ТПшки раз за разом возвращаются. Персонажи Тайчи на свои позиции, на свои линии. Смог. Второй Вич Доктор. Ну, вот как он? Он только вышел куда-то в лес. Непонятно куда. Просто какой-то Вард хотел поставить. Ну, не знаю. Чтобы его больше не гангали. Даже Вард не донес его. Перехватили. Снова убили. Иди в таверну. Сиди там. Не высовывайся. Да. Ну, и Манки Кингу теперь придется уйти. Ну, а что? Против двоих он опять не стоит. Всего просто убьют еще. Кошмар какой-то. Есть Праймал Рор, кстати, есть. Даже без него убьют. Избиение младенцев называется. В центре. Очередной выход от Шадоу Шамана. На дальний Шадоу Рейс оттягивается Уинг. Но может быть сейчас на Шадоу Шамане оторваться? Маледикт. И... И добить. Идрышок, правда, на развороте успел дать. И, может быть, из-за этого Дао погибнет. Шадоу Рейс. Шикарно. И за гримстроком дальше Уинг. Нет? Не стал. Не стал хайлайтить. Двойным убийством ограничился. Этого более чем достаточно. Тут снова страдает Сан Кинг. Чикен. Чикен. Так. Ничего не осталось. Ничего не осталось. А, до святыни дойти. Ему Север Шор еще в спину дали. Чтобы святыню не смог нажать. Нормально. Итого восемь. В центре. Так. СФ пытались убить. Там частики есть. Стики использовал. Бласт. По СФу не попадает. Тут Эл Чикен перетягивает. Четыре героя в центре. Девятнадцать три счет. Девятнадцать три, друзья. Девятнадцать. Черт возьми три. Праймал Рор. Этот двадцатый. Иди сюда. На топе. Так. Тут Секлор снова спрятаться пытается. Куда-то, где-то кого-то. Девятнадцать. Ингс Вэл. Убили все-таки Шаду Шамана. Ну, четвертый фраг для команды Тайчи. Там Шаду Шаман. Суппорт пятой позиции. Уже почти к Манки Кингу приближается по фарму. Я просто слежу за Натворсами. Я хочу увидеть, чтобы пятерка Кинг Гейминг была сильнее пятерки Тайчи по деньгам. Снизу уже падает черновышка. Ну, друзья, на самом деле, конечно, здесь комментировать-то особо нечего, да. Если мы понимаем, это тотальнейший развал. Ну, если вдруг сами не хотят Кинг Гейминг там как-то поиграться еще, да, они, конечно, могут пойти, подфидонить, где-то там на фонтане поубивать соперника, поумирать. Вот. Ну, если всего этого не случится, то я думаю, что игра очень быстро должна закончиться. Ну, вот еще парочку таких сражений, наверное. И надо заканчивать. Надо заканчивать. Думаю, что и сами Радиант тоже это поймут. Ну, вот, кстати, может получиться забрать Гримстрок здесь. Минты видят. Ускоряется тем временем Рубикс. Воровал Бонгл Страйк. Остановил тем самым Манки Кинг. Есть Телекинез. Солбинт. Пошел Фантом. Неплохо. Хватит ли урона нанести этот самый дэмэдж? Так, Гримстрок раскастовывается. Подтягивается и Фью. Может быть, даже Алчикина взорвут. Да, Алчикин тоже погибнет. Два минуса шикарно. Вот, 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 вот. Если вот так вот будут действовать Кинг Гейминг, тогда, конечно, призрачный шанс. Команда Тайчи останутся. Молодушка в центре падает. Элеван с Уингом знает, что делать. Ламая Тирадин. Некрономиконы есть. Первый можно сделать третий себе. Почему нет? Пошел Сынкик на защиту. Много фарма, много денег. Все забирать надо. Бесмастер перетягивается вниз. Здесь можно Манки Кинга засолить. Прайм Алрор. Некрономиконы. Пошли выгрызать. МК, МК, МК. Только набился без стаки на Джингу Мастере. Хотел дать Бандл Страйк, но уже к этому времени просто погиб. А соло-убийство Адолт Элевена. Где-то уже в районе Тир-2 на 12-й минуте, где Рейдинт вообще защититься не могут. Варды. Тут раскастовочка пошла. И Шаман погибает. Но Варду успел поставить. За счет них они, что Пугну убили. И Секлерала скорее всего заберут. Манны не остаются даже на песок. Они погибают тоже. Двойное убийство от Дарка. В итоге с этими Вардами. Встречает Джендж. Топорики полетели. Раскастовывался, но погиб. Манки Кинг спрыгивает зря. Это зря, царь-батенька. В смысле, хоть может быть и не зря. Нет, все-таки зря. Разменивается в Рубика. Тут еще и Шадоу Финт Вичдок пробил. Минус 5. За 12 минут 11 тысяч перевеса. Я не знаю, как тайчи вы будете справляться с этим. Я просто не знаю. Про такие игры говорят обычно. Написать ГГ, забыть и отпустить. Выживается Секлер отчетом. Вичдок, кто где-то умер. Сэвэдж Ор, Прайм Алрор. Пугна стоит на месте. Гримстрок снова раскастовывается. Солбин, конечно, все дал. Но на кого Солбин не попал, те убивают. Все, очередной тимвайб. Ну что, ну пишите ГГ. Да, ГГП 13 минута. Давайте, давайте не будем это смотреть. Тут. Все. Просто все. Фу. Звук. Фу. 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 Фу.